Продолжение следует... В речах самого Хрущева упоминались достижения московского конструктора Виталия Логутенко. Логутенко вообще называют отцом Хрущева. Он разработал дом, который сам назвал легким, объясняя, что снижение веса здания даст значительное снижение его стоимости. Но какой ценой этот вес снижался? Стеночки в логутенковских домах того этапа, межкомнатные, были 4 см. Представляете себе, железо-бетон 4 см, а межквартирных две такие стеночки, 80 см. Продолжение Логутенко оказалось самым простым и дешевым. Дом Логутенко в серии К-7 был запущен в производство без всякого соревнования. Видно, что мы находимся в другом доме. Видно, что тут 3 отдельные помещения. Ванная, туалет и стояк. Ванная, туалет и стояк. Дом Логутенко в поле. Табличка номер 50 какой-то. Кстати, я попробую. Дырка в полу. Да, это... Там спряту зрачку самую ботенку, между прочим, наверное. Да, это деревянный пол, а внизу одна плита перекрытия. Можно сказать, там клад. А снизу под педой потолок. Потолок, а это вот... Что там? Под поле этажа. А это пол. Понятно. Круто. Телпой грилит. Дай заключение по пылесосу. Это вихрь ИП-6. Вот, это Ленинградский. 49 рублей стоит. Какого времени? 77-74 год. Ну, не ранний, но не поздний. У нас такой был раньше дома. Модель массовая. Хорошая, но массовая. Он хороший. Целенький. Кассет. Можно кассетить даже? Да. А, крысь. Чистенький весь. Модель 234. Такой... ИП-6. Да. Вот. Снял, снял. Да, планировка совсем. Так, да. Вот, смехел. Посмотри. У тебя все обычные сады. Молодые сады. Видишь, как построено все. Так я с них, видишь? Ты видишь, кто кудет этот человек. Только эти три полета. Да. Я помню тебя, и они будут сходить. Продолжение следует...